Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Возможно, для кого-то вообще доброе утро. Народ, сегодня хочу прокатить на Т110Е3. И это, мне кажется, тот самый случай, если вам вдруг не зашла Яга. Вот по моим ощущениям, Е3 играется точно так же, как Ягд Панзер Е100. То есть это ПТ первой линии, которая играется с тяжелыми танками, ну, направлением тяжелых танков, не стоящее в кустах. И в этом случае, наверное, Е3 даже будет лучше, потому что его этот долбанный нижний бронелист даже на голде иногда не пробивается. Вот, я сам иногда, ребята, стреляю не туда, и даже от центральной части, не говоря уже от боковых частей нижнего бронелиста, случаются постоянные рикошеты. Это его командирка а-ля триплекс и так далее. То же, то пробивайся, то нет. Да даже вот сюда он может, ребята, танковать. Короче говоря, монстр. Монстр, а не танк. Давайте сейчас посмотрим, что у него по вооружению, по техническим характеристикам. И потом пойдем в бои. Так, прочка 1950. Что-то стухло во лбу. Корпуса 305. Вот она бронища. Маскировка 55. Ну, все же лучше, чем у Бабахи, либо же, чем у той же Яги. Урон минуту 2850. Он как будто бы тут поднерфлен. Время перезарядки 14.3. Пробитие на подкалиберах 375, на ББшках 285. Короче, пробитие такого хорошего тяжелого танка. Какого-нибудь калиброванного. Практически. Практически, как у Хэвика. У Хэвика 363 же, да, вроде бы на кумулях. Так, средний урон зато 680. На ББшке на подкалибере 580. 1020 на фугасах. Ох, как фугаса приятно давать. По 40.05, который до сих пор не катается под боем. Сведение 4.9. Разброс 0.310. Прошу обратить внимание на мою оборудку. У меня стоит плюс к разбросу, чтобы он был меньше. То есть, получается, минус к разбросу. И увеличенный заряд. У Венов 8. Так, максималка 34. Ну и, собственно говоря, показатели маневренности. Это вообще не фишка этого танка. Что вперед. Кстати, что-то там по камуфляжам, по-моему, должно быть поинтереснее. Вот, давайте вот такой. Этот прям поинтереснее. Ну, он прям выигрывает. Это уже практически обвес 3D стиль. О, кстати. Если здесь не найдется профессионалов, которые выцеливают мне командирку, я, наверное, поиграю, ребята, вот там вот от углов. 8 углов это нормально. Для Е3 это хорошо. 10 было бы слишком имбово. Надо успеть, самое главное. Там 4 тяжа. Кстати, повезло, что 1 ПТ всего лишь. 4 тяжа, 2 из которых К-91. Все-таки девятки. И Фачинский. Ну, хорошо. Фачинский не самый точный. В целом, есть надежда, что не будет пробивать. У этого пацана вообще, по-моему, нет пробития. Нам справа кто-то напрягает мне уже. Слева, точнее. Вон, ползет. 140 заехал сюда. Так, и 75 сражается, как тигр, как лев. Нет, в нижней броне листок спокойно, да, шьет? Где там БК была, я знаю, где-то. Во, видал? Ну, что-то даже НЛД танкует. А, это Фош, да еще и девятка. Слушай, а мне нравится... Мне нравится долбанный Е3. Явно лучше Яги, ребят. Я вам на полном серьезе говорю. Вообще, комфортнейше тут я себя чувствую. Комфортнейше. То есть, тут никто ничего мне сделать не может. Ну, нету, понятно, выцелить могут все. Всегда. Ай, плохой выстрел. Плохой. Ладно. Пристрелочный бой. Там надо было в конце, наверное, кумулем дать. Я не знаю, где там броня у этого КПЗ появляется. 200... Сколько мы посмотрели? 280 пробития на ББшке. Хорошо. 3-300 в топе по урону. Ну, у их объекта 140 практически получилось. Объехать нас. Это бы очень усложнило бы задачу, если бы Е75 поехал вместе со всеми в город. Это было бы плохо. Идем дальше. Так, форт. Куда бы тут? Ну, тут на ТТ поеду. Сколько нас тут тяжей? Два тяжа. Окей. Хорошо, направо. Тут, туда. Блин, прикольная штука. А прикиньте, у нее же раньше была калибровка прицела. И пробитие, по-моему, лучше. Мощь машина. На ней как-то урон проще настреливать, чем на Яге. Я сравниваю именно с Ягой. Просто ближе всего и по Альфе, и по броне. Ну, типа по броне. По сути, у Яги-то брони. Из-за ее уязвимых зон нету. Это хорошее решение фугасом стрелять. Блин. Хочу на рожон лезть. Понял. Блин. Нет, 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 нет. Там с левой стороны СТ вообще посмотри. Посмотри, как их разбирают. Насколько это, насколько это им удается, ребят? Вот насколько им это спокойно удается. Ну, это же просто забей. 625 Альфа подвела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как же плохо. Как ты думаешь, он меня видит? Нет? Я его не вижу, ребята, из-за кустов. Просто не вижу, прикиньте. Ой, молодец. Ой, молодец. Пробьем. Ну, все. Сорян. Сорян. Ну, как есть, так есть, мужики. Три с половиной. Я мог бы дать, конечно, в Е3, но было ощущение, что у меня прога начнет стрелять в борт. Нужно ли вам объяснять, почему мы проиграли? У нас, смотри, М48, 365 урона. Кара. 445 урона. У них 4900. Обычный 50% игрок. Е3. Ну, ладно, Е3. И я тут неплох был. Проджета. Две с половиной. 47%. Проджета. Две с половиной. 46%. А наши 46% что? 50% извините. И 48%. Ноль. Ну, стоит ли что-то объяснять? Ребята, а вот Е3 открылся с другой стороны. Действительно, я рекомендую к прокачке. Если вдруг не зашла Яга, качай. Что там вообще по ветке у нас? Т95. Ну, кстати, я знаю людей, кто любит Т95. И, честно, я его не могу назвать плохим, если он в топе. Ну, вот единственное, наверное, это вот Т28. Странноватый. А так, нормальная ветка. Все, народ. Всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо за лайки, за подписки. Всем пока-пока.